Жительница Самары Яна Никитина с энтузиазмом восприняла возможность принять участие в проекте «Школа вожатых». Девушка занимается в театральном кружке. Там она и услышала об образовательном проекте. Сразу решила записаться. Яна уверена, нужно пробовать себя в чем-то новом. А здесь представится возможность поработать с детьми и познакомиться с единомышленниками. Вожатого – это такой человек главный, который следит за всеми, за своим, к примеру, отрядом. Помогает, помогает другим людям. Образовательная программа «Школа вожатых» работает с 2019 года. Она направлена на трудоустройство подростков, а также обучение навыкам коммуникации, изучение профессии вожатого, создание различных игровых проектов. Обучение продлится до конца мая, после чего участникам выдадут сертификаты. В этом году в «Школу вожатых» зачислено около 105 подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Это популяризация педагогической профессии, так как ребята после того, как обучились у нас в проекте, некоторые поступают в педагогические вузы или также продолжают свою деятельность в вожатском направлении, уже работают непосредственно прям вожатыми, не помощниками, как мы сейчас их можем трудоустроить, а именно вожатыми в детских лагерях и отрабатывают свои навыки уже на практике более такой углубленной. Каждый участник образовательного проекта напишет и защитит педагогический проект перед небольшой аудиторией. Некоторые дети, у меня уже несколько выпускников было, и некоторые дети, которым я задавала вопрос, «Зачем ты сюда пришел?» Мне говорят, да так просто попробовать. В итоге они выпускаются, получают сертификат, и они очень благодарны, и они понимают, что они хотят с этим связать в принципе свою жизнь. На открытии образовательного проекта «Школа вожатых» подростки написали послание для себя в будущее, чтобы в конце года проверить, получилось ли у них достичь поставленных целей. Августина Охременко, Григорий Плешаков, События.